С 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе пройдет рейтинговое голосование за городские территории, которые благоустроят в 2024 году, информирует в телеграм-канале городской администрации. Именно жители решат, какие самарские общественные пространства станут лучше. В 2019 году по федеральной программе формирования комфорта городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» преобразился сквер у храма Кирилла и Мефодия. Территорию, которая представляла собой пустырь, благоустроили. В сквере обустроили несколько входных групп, провели масштабные работы, уложили плитку, обустроили газоны с автополивом и экодорожки, установили новое освещение и дизайнерские лавочки для отдыха. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении в санатории, расположенной в Самаре. Путевки будут распределяться в соответствии с датой подачи документов заявителям. Подробную консультацию можно получить по телефону 332-07-64. Пункт отбора на военную службу по контракту в городе Самара проводит отбор граждан для поступления на военную службу в Вооруженные силы России, говорится в телеграм-канале Промышленного района. Служба по контракту – это возможность осознанно и профессионально выполнить свой долг по защите Отечества. Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Более подробную информацию можно узнать по телефону 332-39-37. С 10 по 15 апреля Яндекс проведет второй онлайн-фестиваль «Восемь бит», сообщают в телеграм-канале Ленинского района. Темы фестиваля будут особенно интересны школьникам, которые еще решают, кем стать в будущем, а также взрослым, которые хотят разобраться в диджитал-профессиях. Каждый день будет посвящен определенному сервису Яндекса. Участники узнают, люди каких профессий создают магию технологий и почему IT – это не только разработка. Как голосовой помощник Алиса становится человечнее и умнее, как роботы помогают доставлять товары. Эксперты Яндекс Клауд расскажут, как в облаках придумывают и создают нейросети, помогающие в социальных и научных проектах. Познакомиться с программой и зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте clck.ru.